Это было около шести лет назад, я работала в профессиональном регбийном клубе и становилась всё более очевидным, что мне становится совсем плохо. Но я никак не могла понять, в чём дело. Я просто чувствовала себя нехорошо. К тому времени, когда закончился контракт, я была настолько больна, что ни за что не смогла бы найти другую работу. Мне просто нужно было пойти к врачу и спросить, что происходит. Я вошла к врачу и сказала, смотри, я набрала столько веса, я не очень хорошо себя чувствую. Я рада, что ты мне говоришь, у меня тяжёлый случай заболевания тортом, но я думаю, что моя щитовидная железа отказала. Так что несколько анализов спустя подтвердили, что моя щитовидная железа неправильно функционирует, дисфункционирует, что угодно. А также то, что мне отчаянно не хватает витаминов и минералов в моём организме. И на самом деле я была в том состоянии, когда мне стало так плохо, что я просто легла спать. Я провалялась в постели около 23 часов в сутки, около 4,5 месяцев. И мы с мистером Джейм тоже пытались найти новое место для жизни. Так что мы жили в съёмном доме, который снимали вместе, просто чтобы посмотреть, сможем ли мы жить вместе или нет. И мы договорились пожить вместе 6 месяцев и посмотреть, как это сработает. А 2,5 года спустя мы подумали, что, может быть, купим что-нибудь вместе. Так вот, в то время, когда мы чувствовали себя так плохо и так ужасно, мы увидели рекламу этого места, пришли посмотреть на него и полностью влюбились в него. И я ходила здесь, используя трости, чтобы передвигаться, и задавалась вопросом, смогу ли я справиться с этим. Может быть, на самом деле я просто сходила с ума, думая, что смогу взяться за что-то площадью чуть больше трёх четвертей акра, когда я едва могла ходить по дому, не говоря уже о саду. Но вера и вера в то, что ты можешь что-то сделать, проходит ужасно долгий путь. И вот мы прошли через процесс покупки этого, и всё это время мне становилось всё хуже и хуже. Наверное, примерно за три недели до того, как мы его купили, я начала поворачивать за угол, и моё здоровье начало понемногу улучшаться. И мы начали нашу новую жизнь здесь в довольно опасной ситуации, «Что нам делать, если я не стану лучше, чем сейчас?» Я думаю, мы оба просто верим, что, повернув за этот угол и очень немного начав поправляться, жизнь здесь улучшит моё здоровье в геометрической прогрессии. Одна из ключевых вещей в наших отношениях заключается в том, что когда мы собрались вместе, мы договорились, что разделим все 50 дробь 50. Так что все наши счета делятся пополам, даже счета за еду. И будучи в таком плохом состоянии, я знала, что не вернусь к тому же виду работы, которым занималась раньше, а это всегда было очень напряжённое, необычное время. И я знала, что тебе придётся быть добрее ко мне. Поэтому я сказала, почему бы мне не взять на себя обязательство производить нашу еду, что было бы равносильно вложению наличных денег. Так что вместо того, чтобы ходить на работу, иметь две машины и платить за одежду для работы, и все эти вещи, чтобы заработать немного денег на еду, почему бы мне не выращивать еду? Так что мистер Джей был действительно рад этому. И я думаю, мы оба отчасти понимали, что это не будет мгновенным решением. Я не собиралась мгновенно переводить деньги на наш совместный счёт, но со временем это придёт. Это будет означать, что мы будем меньше платить за еду, и, возможно, в конечном итоге я найду способ получать доход из сайта. Я думаю, что у меня были действительно нереалистичные ожидания относительно того, как многого я смогу достичь. Я думала о том, как многого я достигла бы до того, как заболела в любой конкретный день. И я просто не учла, что теперь всё будет идти намного медленнее, чтобы развить их, чтобы я могла что-то делать. Так что я вроде как подумала, о, мне потребуется пара месяцев, чтобы создать этот сад с приподнятыми грядками. Но на самом деле тебе нужно добраться из пункта А в пункт Б, и процесс строительства этого огорода был намного длиннее, и всё же он был лучше. Тот факт, что это заняло так много времени, означал, что у нас действительно было время узнать гораздо больше о том, что ветер дует не только с одного направления. В разное время года он дует с другого направления. Поэтому я не могла просто сказать, «Хорошо, я поставлю здесь ветрозащиту». Потому что на самом деле она нужна была и с этой стороны в течение тех нескольких недель в году, когда ветер дул с той стороны. И план на бумаге начал разворачиваться, но по мере того, как этот процесс происходил, мы смогли встроить все остальные вещи, которые мы узнавали благодаря наблюдениям и опыту. Итак, прошло пять лет с тех пор, как я впервые вышла на это поле и осмотрела его, и теперь я выращиваю все фрукты и овощи для нашей семьи. За исключением тех странных вещей, которые мы не можем здесь выращивать. Но я не просто расту для нашей семьи. Последние два года я управляю программой СЕЙ, поддерживаемой сообществом по выращиванию овощей в сельском хозяйстве. Опробовала это в прошлом году с абсолютно микросхемой из семи овощных коробок. А в этом году я делаю 20 коробок, и это на 20-летельный сезон. Так что это не круглый год, но в течение 20 недель в году мы кормим еще 20 семей. Работа на улице в саду в течение всего дня потенциально может быть действительно одинокой жизнью, и я большую часть дня одна, или одиноко с точки зрения другой человеческой компании большую часть дня. Но это далеко не одиноко. Я думаю, что между ними есть большая разница, и с точки зрения одиночества довольно легко общаться в сети. Социальные сети в наши дни позволяют нам делать это очень легко. Но на самом деле мне очень нравится быть одной, мне очень нравится оставаться наедине со своими мыслями или просто слушать музыку на заднем плане. Но на самом деле проводить время наедине с собой, иметь возможность думать и дышать, а не получать множество сообщений, которые постоянно сыплются на меня со всех сторон. Я думаю, это действительно здорово. И я не так одинока. Я думаю, что одиночество — это другое состояние души. И я думаю, что одиночество — это то, где я хочу быть большую часть времени. А кот всегда рядом. Есть и другие живые существа. Так что Монти, кот всегда рядом. Утки и цыплята повсюду. Так что я знаю, что вокруг есть и другие живые существа. А затем гораздо меньший уровень. Там это постоянная болтовня птиц и насекомых. И возможность потерять себя и свои мысли, наблюдая за ними, это такая привилегия, и это такая радость, что у меня на самом деле нет времени быть одинокой. Я никогда бы не подумала пять лет назад, когда мы впервые осматривали здесь, что я тогда напишу книгу о нашем опыте. И это не столько мой опыт или опыт мистера Джей здесь, сколько биография поля, превращение из простого загона в это живое дышащее, производящее пищу пространство. Это было такое короткое путешествие, и всё же оно было действительно захватывающим. Бывают дни, когда кажется, что это было долгое путешествие, но в целом этот процесс был действительно интересным и захватывающим. И я действительно рада, что у меня есть шанс поделиться им. Просто то, как мы это сделали, процесс, через который я прошла, мышление, лежащее в основе всего этого. И я включила в него множество причин, по которым я решила сделать одно, а не другое. И я делюсь своими ошибками и успехами. И в этом просто много радости по поводу изменений, произошедших с тем полем, которое было похоже на обычную траву, когда мы переехали. А на нём были альпаки и пони, и это был просто загон для животных. И поэтому, чтобы увидеть это сейчас, выглядящее так по-другому и имеющее такие совершенно другие функции, я чувствую себя привилегией поделиться этим и взять тебя с собой в это путешествие туда, где оно сейчас. Существует довольно разительный контраст между тем, что происходит здесь, и тем, что происходит по другую сторону живой изгороди вокруг нас, где мы окружены промышленным сельским хозяйством с монокультурными культурами. И я прекрасно осознаю это, потому что я вижу, как фермеры там со своими зерноуборочными комбайнами, своими спреями, лосьонами и зельями делают всё, что им нужно для производства огромного количества продуктов питания. Но это всё одно, и я согласна с тем, что существуют все проблемы, связанные с промышленно развитым сельским хозяйством. А я бы хотела, чтобы было больше мелких производителей. Я бы хотела, чтобы даже на местном уровне было больше людей, производящих небольшое количество продуктов питания. А три четверти акра — это не. Это большой-большой сад, и я не собираюсь отмахиваться от того, что с точки зрения того, что это просто сад, это огромное пространство. Но с точки зрения производства продуктов питания, это действительно маленькое пространство. И всё же разнообразие продуктов питания, которые мы можем производить для того количества семей, которые мы можем производить без использования искусственных химикатов. Это просто огромная разница. И я хотела бы, чтобы было намного больше мелких производителей. Участники нашей программы Вэкбокс все так взволнованы тем, что точно знают, откуда взялась их еда. И все они говорят, насколько она приятнее на вкус. Теперь, независимо от того, вкуснее она на самом деле или нет, я не собираюсь с этим спорить. Но если это воспринимается так, а я думаю, что в знании того, откуда взялась твоя еда, есть много такого, что удовлетворяет другие потребности твоего мозга. Это хорошо для меня. И если ты чувствуешь, что делаешь что-то хорошее для себя, ты чувствуешь, что чувствуешь себя лучше таким циклическим образом. Но с каждым годом я развиваю новую область. Итак, я создала область, и мне стало комфортно с производством продуктов питания в этой области, а затем в следующем году я перешла к другому проекту. И отчасти это потому, что я хотела завершить эту область так, как я себе ее представляла. Все совсем не так, как я себе представляла в самом начале, все намного лучше, и это прекрасно. Я действительно рада этому. Но есть часть меня, которая постоянно хочет учиться меняться и развиваться, и посмотреть, насколько я могу раздвинуть границы или нет. Эта область развивается, и я чувствую, что сейчас она завершена с точки зрения своего структурного развития. И следующий набор изменений касается того, насколько эффективнее я могу использовать это пространство. Так что мой следующий этап расширения в какой-то степени связан не столько с расширением территории, сколько с концентрацией на конкретных областях и расширением того, что я в них выращиваю. Потому что я думаю, что придет время, когда не останется места для физического расширения, но эмоционально, ментально — это непрерывное путешествие. Продолжение следует...